Etsy. Технический вопрос. Где взять ссылки на Etsy магазин или Etsy листинг на компьютере и на смартфоне? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Рубрика вопрос-ответ для новичков. И где же мы берем ссылки? Вы заходите в свой Etsy магазин через Shop Manager. И здесь мышкой, либо так спускаетесь в самый низ. Мы сейчас на компьютере. Спускаетесь в самый низ и открываете, видите название своего Etsy магазина. Правая кнопка мыши. Открыть ссылку в новой вкладке. Открываете, нажимаете на нее. Я уже просто открыла. И вы видите свой Etsy магазин. Смотрите, вот ваш Etsy магазин будет иметь в самом верху в поиске ссылочку. Но она будет более длинная. Если у вас не будет получаться, вы можете скопировать вот эту всю ссылку. И разместить там, например, с друзьями, поделиться, написать кому-то в электронной почте. Но фактическая ссылка, прямая ссылка на ваш Etsy магазин, заканчивается его названием. Получается, до этого знака вопроса. А вот этот кусочек, она показывает, откуда мы перешли на эту страницу. Получается, моя ссылка на мой Etsy магазин. HTTP, двоеточие, наклонная черточка. www.etsy.com.shop. И название моего Etsy магазина. Cowdusel Crafts. Точно так же и будет у вас. Вы копируете, тоже правая кнопка мыши, скопировали и применяете эту ссылку, где вам нужно. Следующий вариант. Вы на этой же страничке, можете спуститься и выбрать нужный вам листинг. Вы тоже этот листинг, либо на него нажимаете, либо открываете в новой вкладке. Я открыла в новой вкладке и опять у вас есть ссылка. Смотрите, вот эта ссылка в самом верху до вопроса. Это ваша прямая фактическая ссылка этого листинга. Если вы скопируете все вместе, ничего страшного, люди перейдут тоже. Но фактически именно ссылка прямая, вот она заканчивается до этого вопроса. Некоторые мастера копируют просто по этот номер. Но смотря куда вы копируете, если вы копируете в социальные сети, то лучше вот эту полную ссылку, на мой взгляд, именно скопировать и добавлять на сайты, блоги, на все остальное, что угодно. Поэтому вы можете проэкспериментировать. Копируете ссылку, рядышком ставили, открывается, все, вы правильно все скопировали. Получается, у вас есть ссылка на ваш и листинг, и IT-магазин. Следующий момент, как это все сделать на смартфоне. А вот на смартфоне, чтобы было быстрее, я решила сделать скрины. Наверное, секундочку, друзья, я уже полистала свой файлик. Быстро наверх. Где взять ссылку на IT-магазин, на IT-листинг с компьютера и со смартфона. С компьютера мы с вами рассмотрели. А вот смотрите, когда вы... Давайте я, наверное, шерри будет больше. Когда вы заходите в свой Etsy-магазин, только вы его открыли, чтобы в него зайти как продавец, вам нужно скачать предложение Sell on Etsy. Вот сейчас выделю. Sell on Etsy. Скачайте, пожалуйста, на свой смартфон. Оно вам пригодится не только для того, чтобы ссылками делиться, а для того, чтобы видеть и сообщения от клиентов, и какие-то лайки, и какие-то продажи, когда пойдут первые. Поэтому вам нужно скачать вот это приложение. Потом на это приложение вы заходите на своем смартфоне и попадаете вот примерно вот такая у вас картиночка будет. И вам нужно глазами найти три маленькие черточки и слово Mo. Они в панельке у меня внизу. У вас чуть-чуть может быть по-другому, если другой смартфон, может быть другое расположение. Но фактически должно быть то же самое. Итак, для того, чтобы найти ссылку на свой листинг, мы ищем Mo. Зашли Sell on Etsy. Нажимаем Mo. И открывается новая вкладочка. В этой новой вкладочке у вас должно быть вот тоже примерно вот такой перечень, что у вас здесь находится. А вам нужно найти листинги. Нам же ссылку на листинг нужно. И пальцем нажимаете на слово Listings. Нажали. Открывается новая картиночка, новая вкладка. И вам подтягиваются все листинги, которые у вас есть. Если у вас их много, вы пальцем рукой долистаете по экрану, чтобы полистать листинги. Под каждым листингом, вы сейчас видите, есть, например, можно поставить галочку выбрать, можно звездочку поставить. А есть вот такое колесико. И вам нужно нажать на круглое колесико пальцем. Мы же с вами ссылку, чтобы поделиться, ищем. Нажимаете на нужном листинге, на круглое колесико пальцем. И следующая картиночка. Вам высвечивается под поверх этого листинга, поверх этих листингов, вот такая картинка. Там будет написано «Шеа, поделиться». Она предпоследняя. Может быть расположение чуть другое. Но вам нужно будет найти слово «Шеа». Оно означает «поделиться». Нажимаем на него пальцем. Нажали. Следующее окно. В этом новом окне вы можете добавить, изменить текст, выбрать фото из этого листинга. Давайте я спущусь, чтобы всю картинку вам показать, которая вам будет видна, получается, на смартфоне. Смотрите, у вас в самом верху кнопочка «Шеа» в правом верхнем углу, но вы не спешите ее нажимать. Почему? Потому что здесь можно добавить текст, который вы хотите сами добавить. What do you want to say? Etsy автоматически вам подтягивает блок текста. Если вы с ним не согласны, вам его нужно стереть и поверх него писать то, что вам нужно. В следующий момент вы можете выбрать фото одной из десяти, а можете и смартфона, там где свободное фото, фотоаппаратик, подтянуть новое фото и с этим фото отправить именно, может это будет по социальной сети, а может быть, например, на электронную почту. Получается, вот здесь, на этом моменте, вы не торопитесь, а выбираете, что вам надо, и потом после всего-всего выбрали, что вам надо, в правом верхнем углу нажимаете на слово «Шеа» «Поделиться». Нажали, поделились. Но это еще не все. У вас смартфон будет спрашивать, а куда же вы хотите с помощью чего поделиться? На свою почту, в свои социальные сети. И вы вот тут уже выбираете, получается, рукой, пальцем выставите, куда вам нужно поделиться. На почту нажимаете на почту, в социальную сеть, в социальную сеть. Когда поделитесь, проверьте. И на почту поделитесь, и в социальную сеть, для проверки, для себя. Поздравляю, теперь у вас ссылка есть на ваш листинг. Следующий момент. Есть второй вариант, как создать ссылку на свой листинг со смартфона. Это мы поговорили про «Селл он Эйдси», мы сейчас говорим. А есть другой вариант. Есть можно на своем смартфоне, через Google, через поисковик, который у вас есть, зайти на ваш Эйдси магазин, найти нужные листы, условно мы как покупатели открываем, удерживать пальцем несколько минут на нужном листинге, откроется окошко, выбираете «Копировать ссылку», и ссылка уже скопирована в памяти вашего смартфона. Иногда я таким образом применяю ее, когда я хочу с новым фото создать новый пост на Пинтерест. Я сначала загружаю новое фото на Пинтерест, потом захожу, копирую ссылку через Google, копирую ссылку на нужный мне листинг, потом захожу опять на Пинтерест, добавляю автоматически ссылку в этот пин, который я начинаю создавать, и вручную дописываю текст, и плюс хештеги, которые я считаю нужным, должны быть в этом пине на Пинтерест. Вот такой вариант. Это кому как удобно. Следующий момент. Если вы хотите поделиться ссылкой на ваш Etsy-магазин с приложения «Sell on Etsy», вам нужно опять же зайти в «Sell on Etsy», нажать «Мо», три черточки внизу, выбрать «Your shop» на следующей вкладке. Будет у вас такая вкладочка «Your shop», «Sell on Etsy», «Мо», «Your shop». Нажали пальцем. Следующее, что у вас появится, у вас чуть-чуть по-другому. У вас будет внизу как «Мой Etsy-магазин», а у вас будет ваш. И получается, вы эту картиночку рассматриваете. У меня в правом верхнем углу, я вам всю картинку показываю, секунду, в правом верхнем углу вот такое, ну как, стрелочка, конвертик. И вот вам, чтобы поделиться ссылкой на свой Etsy-магазин, нужно нажать на вот этот такой, в правом верхнем углу у меня, вот такой маленький конвертик со стрелочкой. нажали, нажали, открывается опять новая вкладка. Открывается, куда вы хотите поделиться, на электронную почту, сообщения написать, в Pinterest, в любую вашу социальную сеть. И, естественно, Etsy вам будет предлагать какой-то текст, будет свой вариант. И вам нужно будет проверить, что автоматически, какой текст подтянется. Если он вам не понравится, не подходит, напечатайте свой текст на том языке, который вам нужно. В принципе, друзья, вот и все. Если у вас есть вопросы по вашим техническим вопросам, если вы только начинаете на Etsy, не стесняйтесь, пишите вопросы под этим видео. Я на эти вопросы также отвечаю, потому что бывает сложно найти какую-то галочку, точечку, и из-за этого у вас там тормозит вся работа. Если вам нужна помощь по Etsy-консультации, ну как, по индивидуальной работе, загляните в мою Etsy-консультацию. Если нужна помощь, провожу по Etsy-консультации и подбираю теги, и делаю аудит вашего Etsy-магазина. Там очень много пунктов. Почитайте, если вам интересно, если нужна такая помощь. Если не нужна, загляните в моем Etsy-магазине. У меня достаточно много информации и в книгах, и там в обучающих файлах. Если нужно, сами разберетесь, почитайте, послушайте. С вами была Прохоровская Светлана. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я вам желаю удачи и успеха на Etsy. Удачи вам в продажах. И пока, до встречи в следующих видео.